Мир искусства детям. В картинной галерее Черкеска открылась выставка творческих работ учащихся детских художественных школ с ограниченными возможностями здоровья. Искусство глазами детей и какую роль оно играет в их жизни, узнавала Альбина Ламкова. «Кот и мышка» – это название картины юной художницы Вероники Роменской. Ей 12 лет. Она из «Торожевой 2» учится в художественной школе «Орфей». Девочка не только рисует, но и обучается игре на фортепианом. В будущем свою профессию связывает с искусством. Изображенный на полотне кот с пламенно-оранжевыми глазами не потому, что он замышляет что-то нехорошее. Всё просто, объясняет Вероника. Можно сказать, выразительность кота подказывает. Также тут показана мышка серая на хвосте его. Можно сказать, показывает, что он добродушен и не хочет её съедать. Это состояние твоей души или хочешь, чтобы мир такой был добрый? Ну да, хочу, чтобы мир такой добрый, не было никаких там убийств. Кот не будет есть мышку. А вот рыбкой полакомиться, поделилась Вероника. Наверное, будет. Потому что уже толку нету, как бы, её сохранять. Мышка-то живая сейчас. Вероника приехала на выставку с мамой. Дома она во всём помогает родителям и слушает их. Смотрит за младшими братьями. Старается быть для них хорошим примером. А с миром искусства её знакомит учитель по художественному мастерству. Как ты учительницу зовут? Кравченко Ольга Геннадьевна. Она очень хорошая, добрая. Хорошо рассказывает, как наложить красивую шерсть. К примеру, тени очень хорошо показывают. Если что, если у меня что-то там не получается, то она очень хорошо помогает. Мне показывают, при этом же показывая, как в будущем так делать. Мне очень нравится так мазками, знаете, так стресс убирает. Дети, живущие с мечтой о красоте, добре и радости. Всё это фантазия авторов представленных работ. В нашей выставке принимают участие учащиеся художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. Дети, которые имеют ограничения по здоровью. Но они обучаются у нас, несмотря на все сложности, несмотря на то, что многим приходится ходить четыре раза в неделю. Они прекрасно справляются со всеми программными заданиями и активно работают творчески. Выставка у нас проходит по программе, по целевой программе. И мы благодарим Министерство культуры Карачаева-Черкесии, Министерство культуры России за поддержку. На выставке 32 работы на свободную тему. Юные художники были отмечены грамотами. Это настоящая творческая радость, так как их композиции востребованы, а творчество не остаётся незамеченным. Альбина Ламкова, Расул Бердиев и Вести Карачаева-Черкесия.